МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Рак не приговор. В Чувашии прошел семинар детских онкологов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вихри враждебные. История праздника 7 ноября в нашем сюжете. Золотой пряник. Чебоксарская студентка завоевала престижную награду Международного хлебного салона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство страны финансово поддержит регионы в отопительные сезоны за рост цен на топливо. Общую готовность субъектов России к осенне-зимнему периоду сегодня обсудили на федеральном селекторном совещании. В нем принял участие председатель Кабинета министра в Чувашской Республике Иван Моторин. Все регионы России, кроме Дагестана, уже вступили в отопительный сезон. В Чувашии он начался 25 сентября. А 2 октября во всех 26 муниципальных образованиях была обеспечена подача тепла в дома. При этом во всей стране выросли цены на топочный мазут и уголь. Соответственно, у регионов появились расходы, не учтенные в тарифах на тепловую энергию. Общая сумма – порядка 23 миллиардов рублей. Правительство России прорабатывает возможности оказания финансовой поддержки регионам. Мы, конечно, поддержим субъекты в данной ситуации финансово. И сейчас это будет целевой такой трансфер, который будет оперировать Минстрой. Может быть, где-то 95 на 5 мы с вами эту нагрузку вместе разделим. Думаю, что на днях буквально завершим расчет. Ваши заявки все есть. Мы сейчас с ними работаем. Кроме того, Виталий Мутко обозначил задачу активнее работать с дебиторской задолженностью предприятий ЖКХ. На сегодня долги в целом по России составляют более 1 триллион рублей. По сравнению с первым кварталом этого года она снизилась более чем на 100 миллиардов. Что касается нашего региона, наибольшая доля просроченной задолженности за энергоресурсы приходится на ООО «Коммунальные технологии». Почти 50% всего долга. Напомню, что летом на предприятии ввели процедуру наблюдения. А отопительный сезон в Чебоксарах запускало муниципальное предприятие «Теплосеть». Школы Чувашии в ближайшие годы перестанут работать во вторую смену. Это ключевая задача федеральной программы, в рамках которой только в этом году регионам выделили 25 миллиардов рублей. Новые школы сейчас возводят в микрорайоне Волжский-3 и городе Ядрин. Развитие отрасли и образования глава республики обсудил с руководителем профильного ведомства Сергеем Кудряшовым. Образовательный процесс не ограничивается только расписанием в школе. Все больше ребят стремятся познать точные науки в кванториуме. В следующем году детский технопарк должен открыться и в Новочебоксарске. А в Канаше начнет работу IT-центр. Сразу семь проектов региона, поддержанные Министерством просвещения страны. Это пример эффективного взаимодействия республики и федерального ведомства. И финансовые средства выделяются. И садики, и школы будем строить, реконсультировать, создавать дополнительные рабочие места для родителей, соответственно. А дети будут получать соответствующие комфортные условия и в детских садах, и на общих школах. И все эти программы должны быть реализованы. Было отмечено, что Чувашская республика всегда находилась, ну будем говорить, число входил лучших субъектов Российской Федерации и по единому государственному экзамену, и по участию во всех федеральных экспериментах. В том числе мы сейчас подали заявку на субсидии в рамках нацпроекта образования. Из восьми заявок, семи заявок у нас поддержаны. У Чувашской республики есть богатый опыт и собираются оттереживать опыт создания МЦК Чувашской республики. На первый план выходят и вопросы воспитания молодежи. Школьников намерены обучать, а замы информационной безопасности. По сути дела, от того, как мы воспитаем подрастающее поколение, будущее зависит от Чувашской республики, Российской Федерации, я думаю, вот новые нацпроекты, там есть такой проект, который называется «Успех каждого ребенка», позволит, наверное, усилить эту направляющую в плане воспитания подрастающего поколения. Ключевым направлением это является вопрос воспитания на наших традициях, на основе духовно-доразвленных ценностей. Запрещенный контент в интернете помогают выявлять и кибердружины. В них вступили более ста студентов вузов. Они пропагандируют безопасное поведение молодежи в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Реализуют мероприятия информационно-просветительского характера. Ведут мониторинг страниц в социальных сетях. Конечно, мы здесь им должны оказывать содействие. Сегодня Сергей Кудряшов возглавил ведомство уже без приставки в Рио. Его кандидатура была согласована с министром просвещения страны Ольгой Васильевой. Указ о назначении опубликовали на официальном портале органов власти. У нового руководителя 35-летний опыт работы в сфере образования. Медрик Ковалев и Павел Иритков, Республика. В Сталезу Чувашии на семинар приехали врачи Национального медицинского исследовательского центра о детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Два дня в Республиканской детской клинической больнице специалисты говорили о новых технологиях в лечении и диагностике заболеваний. Онкология у детей. Что может быть страшнее этого диагноза? Рак невозможно предупредить. Можно лишь попытаться максимально рано диагностировать. Причем, чем моложе организм, тем быстрее развивается опухоль. И реакция на болезнь должна быть молниеносной. От этого зависит успех лечения. Наша цель, конечно, добиваться излечения как можно большего числа пациентов. Мы, конечно, надеемся, что когда-нибудь мы излечим 100% всех заболевших. Поэтому это такой важный вопрос. У этой болезни большой социальный резонанс. В проблеме детской гематологии и онкологии есть место для каждого. То есть это не только вопрос врачей, но и вопрос общества. Это не только, скажем так, отправить какой-то СМС, например, или что-нибудь в этом роде. Есть и совершенно другие значимые вещи. Например, пойти сдать кровь на республиканскую станцию переливания крови. Или подумать о том, чтобы стать потенциально донором костного мозга. Они еще не имеют вредных привычек, не работают на вредных производствах. И, тем не менее, у нескольких социальных детей ежегодно диагностируют опухоль центральной нервной системы. Эти заболевания занимают второе место по частоте после злокачественных заболеваний крови и лимфатической системы. В детской онкологии и гематологии нашей республики ситуация примерно такая же, как и по всей стране. Мы не можем сказать, что у нас очень высокая заболеваемость, но, тем не менее, у нас ежегодно около до 30 детей и выявляются вновь выявленные онкологической патологией. Многих мы своевременно можем обследовать и направить для лечения в федеральные центры. Специалисты центра проконсультировали маленьких пациентов из Чувашии, разобрали сложные клинические случаи. Прошло несколько лекционных занятий для наших докторов о новых методах в лечении и диагностике онкогематологических заболеваний у детей. Глава Чувашии поручил установить причины затягивания сроков строительства биатлонного центра. Обсуждая реализацию важного спортивного проекта в Доме правительства, руководители ведомств сослались на трудности при оформлении земель. Проложить биатлонную трассу до конца этого года не удастся из-за пасмурной погоды и перепадов температур. Строительство объекта отложили на 2019-й. В проекте бюджета предусмотрели порядка 70 миллионов рублей. Михаил Игнатьев поручил наладить строгий контроль за работой подрядчика. Срывать сроки ввода биатлонного центра больше недопустимо, отметил глава региона. Сегодня, 7 ноября, одна из самых ярких в нашей истории памятных дат. 101 год прошел с момента октябрьского переворота. О прошлом и настоящем празднике в нашем сюжете. 25-26 октября 1917 года по старому стилю, 7-8 ноября по-новому, произошел захват власти. Отряды под руководством Петроградского совета взяли под свой контроль вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф, и все это без единого выстрела. Временное правительство во главе с Керенским опомнилось, когда в зимнем дворце отключили телефонный свет. На территории современной Чувашии в те дни практически ничего не происходило. Основные политические события разворачивались в губернских центрах Казани и Симбирске. К февралю 1917 года уже сформировалась чувашская интеллигенция, поддерживающая революционные идеи. Гавриил Алюнов, Дмитрий Петров-Юман, Александр Краснов, Петр Федоров. Это всего лишь малая часть имен, к сожалению, сегодня практически забытых. Причина в их политической принадлежности. Большая часть из них входила в этот чувашский левосоциалистический комитет, который был в первое время своего существования относительно демократической площадкой, где сталкивались интересы и большевиков, и левых эсеров, и беспартийных, и крестьяне там могли выступать со своими лозунгами. И вот это все там переваривалось, формировалась какая-то определенная политическая платформа. Но когда произошел Октябрьский переворот или Октябрьская революция, в зависимости от того, кто на какой идеологической платформе сейчас стоит, и началось вот это отторжение левых эсеров от большевиков, соответственно, разошлись и взгляды всех на то, кто эти люди. Начиная с 1917 года большевики и их политические наследники-коммунисты неоднократно переписывали историю нашей страны, вымарывая одни имена и добавляя другие. С 1991 года, когда после попытки государственного переворота КПСС была упразднена, а партийные архивы национализированы, началась массовая публикация засекреченных ранее документов о деятельности правящей партии. Для подавляющего большинства граждан это стало потрясением. Неудивительно, что идеологическая составляющая 7 ноября постоянно менялась. Только Борис Ельцин успел дать празднику два новых названия. Сначала День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов, а спустя год День согласия и примирения. В 2004-м Владимир Путин включил 7 ноября в список Дней воинской славы в честь знаменитого парада в Москве, когда воинские формирования и ополченцы прямо с Красной площади уходили на фронт. Но, как бы ни назывался праздник, он навсегда останется днем нашей памяти, опыта и избавления от повторения ошибок. А завтра, 8 ноября в 20 часов и 22 минуты Национальное радио Чувашии начнет вещание в Чебоксарах и Новочебоксарске. Все началось с того, что год назад Национальное радио Чувашии выиграла конкурс в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. И получила право вещать в Чебоксарах на волне 95,9 FM. Этого события ждали все. Радиослушатели, которые постоянно звонили и спрашивали, когда смогут слушать свои любимые передачи в Чебоксарах и Новочебоксарске. И наши коллеги, которым не терпелось выйти на новый уровень. Подадовался год, чтобы технически все подготовить. Мечта сбылась, очень долго к этому шли. Очень много лет был этот вопрос, когда появится. Радиостанция как вещала, так и продолжает вещать. То есть количество народа у нас тоже. Но мы дарим слушателям Чебоксар возможность послушать те программы, которые раньше были им недоступны, которые можно было слушать только на территории республики. Собственно, почему многие писали, что выезжая за пределы Чебоксара, они слушали с удовольствием национальное радио. Теперь у них будет возможность сделать это прямо дома, включив приемник на частоте 95,9 FM. В Чувашии прошли 35-е всероссийские соревнования по гиревому спорту на призы газетах и бар. Сильнейшие гиревики соревновались в разных возрастных группах. За юниорами наблюдала наша съемочная группа. Легкая разминка перед стартом – обязательное условие. В юниорской программе девушки за 10 минут должны сделать как можно больше рывков гири. Самое главное – ноги, чтобы были сильные, потому что надо отталкиваться, приседать, присед делать вот так вот. И техника самая главная. Я выступаю в категории до 63 килограммов. Надеюсь на лучший результат. У юношей заданий больше и вес тяжелее. Рвок и толчок двух гирь. Вес каждый – 24 килограмма. Я толкнулся в 46 раз. Ну, в принципе, доволен. За призовые места боролись ребята из 15 районов Чуваши и других регионов страны – Нижегородской, Кировской областей, Мореал, Москвы. За правильным выполнением заданий следили судьи. У нас всего 22 судьи аккредитованные, которые имеют право судить на этом турнире. И судья всероссийской категории. У нас 6 судей, судья всероссийской категории. В этом году в городе Алуште, Республика Крым, вот в начале сентября мы прошли еще раз аккредитацию. В течение двух дней более 200 участников в разных возрастных категориях боролись за звание победителей. В личном первенстве представители Чуваши Александр Павлов и Алексей Иванов завоевали золотые медали. Командным наша республика вошла в четверку лучших. Татьяна Лётьева, Игорь Зверев, Республика. Пряник на вес золота студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа вернулась с победой с международного хлебного салона, который прошел в Минске в рамках продовольственной выставки Prodexpo 2018. Что она продемонстрировала жюри, об этом далее. Три дня не распрямляя спины. Такова цена золотой медали в номинации «Художественная работа из теста пряники ручной работы Международного хлебного салона в Минске». Студентка второго курса Чебоксарского экономико-технологического колледжа Александра Пшанова и мастер производственного обучения Марии Ягиной решили украсить пряник так, чтобы сразу было видно, откуда он. Центральной фигурой стала Нарске. Это самый популярный персонаж в Чуваше. И о ней много людей знают. С портретом девушки проблем не возникло. Еще до поступления в колледж Александра закончила художественную школу. Другое дело – вышивка. Мы прибегали к помощи учебникам и библиотек. То есть взяли книги по орнаменту, по чувашскому искусству, по вышивке. И уже оттуда выбирали подходящие нам рисунки, которые мы сможем воплотить в жизнь. Все, включая канву, должно было быть съедобным. Это очень кропотливая работа. На самом деле мы брали глазурь белого цвета и насадку с очень тонким отверстием. И отсаживали, и тянули эти линии сами. В итоге первое место в номинации. А вот каков шедевр на вкус, никто, включая нашу съемочную группу, узнать не решился. Есть такую красоту – рука не поднялась. Ольга Бырочкина, Алина Сусметова, Павел Нередков, Республика. Это все новости. Впереди вас ждет полезная информация. Я прощаюсь. До завтра. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Ассортимент очень большой, конечно. Выбор очень большой. Вот три модели выбрала. Теперь будем выбирать одну, которая подойдет. Хотелось бы пуховик, можно синтепоном. Хоть что. Лишь бы подошло. Но я вот люблю мягкие куртки, чтобы мягкая она была. Не жесткая, не дубовая. Вот это вроде село. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Анна Кенина пришла сюда за зимней курткой. Как раз недавно на ярмарку поступила новая теплая коллекция. Я выбираю куртку на зиму. Зима будет, надеюсь, холодная, чтобы куртку носить можно было. Ассортимент довольно-таки большой. Есть выбрать для всех возрастов. Эту куртку, да, я собираюсь взять. Я ее увидела, померила, она мне понравилась. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой. Отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. Более пяти тысяч моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Здесь каждый найдет себе обновку по душе и кошельку. И самое главное, все цены у нас оптовые. Допустим, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2200 рублей, а теплый зимний пуховик за 2980 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра и до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улицы Максима Горького, 49, торговый центр «Максидом». Редактор субтитров А.Семкин